Здравствуйте мои дорогие любители всего интересного и скрытого в кинофильмах. Для вас у микрофона работаю опять же я, Серега. И сегодня для каждого киноискусителя я приготовил очередную седьмую уже по счету порцию самых невероятных и самых незаметных деталей, которые вы попросту не заметили при просмотре различных фильмов, ну или же скорее всего не знали. И сегодня мы с вами окунемся в атмосферу старых детективов и фантастических боевиков, а также посетим и любимые супергеройские комиксы. А поэтому давайте-ка усаживайтесь перед монитором, как можно удобнее берите в руки чашечку ароматнейшего чая и какую-нибудь вкусненькую печенюшку. Ну а я уже буду начинать, а вам желаю приятного аппетита и конечно же приятного просмотра. Полетели! Давайте-ка наконец-то разбавим наши выпуски чем-нибудь супергеройским, комиксным и уже в этом видео добавим мелочь хоть какую-то связанную с супергероикой. И для начала заглянем во второй фильм из легендарной кинотрилогии о дружелюбном соседе Человеке-пауке с Тоби Магуайром в главном роли. В нескольких сценах, а особенно это хорошо видно в той, где Урсула приносит Питеру печенье собственного приготовления, в комнате паучка можно заметить стоящую на тумбочке фотографию М.Джей, сделанную им еще в первом фильме до укуса радиоактивного паука. Как же ему удалось сохранить такой раритет? Просто невероятная деталь, но как по мне, действительно стоящая отдельного упоминания. Продолжаем искать невероятные детали в фильмах и переходим к шикарному, на мой взгляд, ужастику 2001 года выпуска. 13 привидений. Для начала, чтобы вы поняли, скажу немного о сюжете. Некий мультимиллионер Сайрус Критикас подвержен очень странному хобби, так как он обожает коллекционировать привидений и для полной коллекции ему не хватает последнего призрака. Тем самым он заманивает своего племянника в дом-ловушку для исполнения своих фантазий. Так вот, когда семья Критикас едет к доставшемуся по наследству дому, мы видим, как охотница на призраков и якобы помощница Калина собирает нужные материалы, чтобы подготовиться к бою и чтобы остановить кульминацию работы Сайруса. Однако, когда она упаковывает записанные аудиозаклинания, мы можем видеть, как она берет лишь заклинания для вызова призраков, но не берет нужные заклинания сдерживания. И тем самым мы уже практически в самом начале можем уже понять, что Калина сообщница Сайруса. И все время, как бы это странно не звучало, работало на него. Несколько, на мой взгляд, очень даже неплохих мелочей было мною обнаружено и в одном из моих любимых фильмов от великого режиссера Квентина Тарантино. В его вестерне Джанго Освобожденный. Ну и что на первый взгляд интересно, это то, что немногие заметили, что у актера Джеймса Римара в нем целых две роли. Одна это Буч Пух и другая Эйс Спек. Ну и как мы видим, его первый персонаж, тот самый Спек был застрелен доктором Кингом Шульцем в самом начале, при освобождении чернокожего раба. А вот уже второй персонаж Римара, Пуч, в свою очередь, появляется ближе к финалу, где и стреляет, и убивает доктора Кинга Шульца. Ну и тем самым, создавая круговорот, в котором сначала Кристоф Вальц убивает Римара, а потом и Римар убивает самого Вальца. Есть еще одна деталь, опять же, из Джанго Освобожденного. В сцене, где Келвин Кэнди, персонаж, сыгранный великим Леонардо Ди Каприо, бьет ладонью по обеденному столу, актер, случайно не желая того, разбивает рукой стакан, и у него действительно идет настоящая кровь. Но как мы знаем, Ди Каприо очень крутой актерище, и поэтому он просто не обращает на это внимания, и попросту продолжает играть, игнорируя боль, и оставаясь в образе. Так вот, в итоге Тарантино посчитал этот дубль действительно завораживающим, ну и конечно же, использовал его в итоговой версии. Ну и еще одна шикарная деталь из все того же фильма. Вы хоть раз обращали внимание на разбойников, которые играют в покер за деревянным столом ближе к концу фильма, когда туда приходит мстящий Джанго, а ведь эти самые белые мужчины, как бы это странно не звучало, используют вместо денег для своих ставок отрезанные уши рабов. Что, конечно же, на мой взгляд, очень жутко. В культовом американском фантастическом боевике от режиссера Джеймса Кэмерона «Терминатор 2. Судный день» также есть несколько незаметных мелких деталей, о которых вы даже и не знали во время просмотра. Сцену принудительного лечения, которую можно найти лишь в расширенной режиссерской версии, снимали несколько раз, так как момент, когда Кент Гиббелл бьет дубинкой Линду Хэмилтон, потребовал множество дублей. И в некоторых из них Гиббелл, конечно же, не специально наносил настоящие болючие удары по телу Линды. Ну и эта замечательная бойбаба ему, конечно же, отомстила позднее. В сцене, где Сара бьет Дугласа обломком швабры, эти жуткие удары, как бы это странно ни звучало, были действительно настоящие. Ну и еще одна шикарная деталь из этой же кинокартины. После рукопашной схватки двух терминаторов в технических помещениях торгового центра галерея, Т-800 вылетает на улицу через витражное стекло и падает на спину, и пролежав в таком состоянии несколько секунд, встает и вновь проходит через образовавшийся проем в помещение торгового центра, подобно тому, как Т-800 вылетал в окно бара Технуар, после того, как в него выстрелил Кайл Риз из дробовика, а потом начинал преследование за целью ликвидации. Так вот, в этой сцене человека, который фотографирует терминатора, сыграл сценарист фильма Уильям Уишер-младший. Ну и конечно же, это он исполнил роль полицейского, у которого терминатор отобрал машину в первом фильме, что придает сцене дополнительный смысл, так как можно предположить, что удивление вызвано не только странным поведением терминатора, но и тем, что этот зевака его узнает спустя несколько лет. Также мало кто знает, что у некоторых актеров на съемках Судного дня были естественные дублеры, то есть их близнецы, а ведь именно главной парой близнецов были Линда Хэмилтон и Лесси Хэмилтон Джаррен. Ну и как мы знаем, у Линды была главная роль, а Лесси дублировала ее в нескольких сценах. Также они обе появились в одном кадре в сцене на сталилитейном заводе. А вот еще одна пара близнецов появилась намного ранее, и об этом знают немногие, и это актеры Дон Стэнтон и Дэн Стэнтон, которые играли охранника у кофемашины в больнице и дублирующего его внешность Т-1000. Сегодня мы уже говорили об одном герое комиксов Марвел. Давайте-ка посмотрим также еще одну невероятную деталь в другом фильме, снятом опять же по комиксам студии Марвел. Но на этот раз это будет Охотник на вампиров Блэйд, а именно его вторая часть. В сцене, где Блэйд и команда, состоящая из кровожадных вампиров, отправляются в дом Болли на охоту за Номаком и его приспешниками-клонами, они идут к дому через улицу, на что нам также показывает кадр из тепловизора снайперской винтовки у Уислера. Ну и что мы видим? То, что Блэйд является единственным из всей команды, которая имеет горячую кровь. Остальные же его партнеры, как и положено настоящим кровопийцам, хладнокровны, о чем свидетельствует и это приспособление старика. Очень крутая деталь, хорошо, что создатели не забыли добавить такую невероятную мелочь в свое творение. Шикарнейший детективный триллер от режиссера Дэвида Финчера, 7, имеет также одну крутую мелкую деталь, которую, конечно, вы пропустили при просмотре, так как, скорее всего, даже и не знали о ней. В той части фильма, где персонажи Моргана Фримена и Брэда Питта находятся в полицейской машине и просматривают список библиотечных книг ФБР, хоть как-то связанных с серийными убийцами, Дэвид Миллс читает свой список и среди них обнаруживает название одного из романов – «Бремя страстей человеческих» и тут же смотрит с удивлением на своего напарника, на что от него получает ответ, что это не то, что он подумал. А ведь во всем этом скрыта одна очень крутая мелкая деталь, ведь автор этой книги некий Уильям Сомерсет и его имя и фамилия являются также именем и фамилией персонажа, роль которого исполнил Морган Фримен и это также Уильям Сомерсет. Ну а на сегодня это все и поэтому я уже буду заканчивать, а вам рекомендую, если конечно же выпуск понравился, поставить под ним свой заслуженный царский лайк, ну и подписаться на канал, чтобы не пропускать мои следующие выпуски. А чтобы быть в курсе всех новостей и получать уведомления о новых видео, нужно и на колокольчик нажать. А теперь я вам желаю всего самого невероятного в вашей жизни и всем до скорых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok